В эфире Амурского областного телевидения новости. В студии для вас работает Наталья Ткачук. Здравствуйте. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. До минус 50. Из-за сильных морозов во всех школах Тынды отменят занятия. Образовательный процесс будет проходить дистанционно. Готовность номер один. Все объекты коммунальной инфраструктуры областной столицы полностью готовы к прохождению очередного циклона. Либо поменять участок, либо рассмотреть возможность благоустройства действующего. Губернатор Амурской области дал поручение проработать вопрос развития областного экоцентра. Пресекли почти 100 тысяч нарушений за год. 12 января сотрудники прокуратуры отметили свой профессиональный праздник. А сейчас об этих и других темах более подробно. Из-за сильных морозов в Тынде отменят занятия в школах. На следующей неделе в городе похолодает до 50 градусов. По сообщению пресс-службы Тынгинской администрации, очные занятия отменят с 16 по 21 января. Эта мера принята в целях обеспечения безопасности здоровья школьников. Обучение будет проходить в дистанционном формате. Резкое похолодание, по прогнозам синоптиков, продлится в Преамуре до 18 января. Министр транспорта Александр Зеленин попросил жителей региона отложить дальние и длительные поездки на время крещенских морозов. При этом в регионе для водителей открыты 74 пункта обогрева, включая стационарные, передвижные и один мобильный. По сообщению областного управления МЧС, на федеральных автодорогах выделено 4 опасных участка. Два из них в Шимановском округе, а также на границе Ромнинского округа и Октябрьского района подвержены гололедице и снежным заносам. Еще два в Архаринском и Тындинском округах имеют опасные спуски и подъемы. Для мониторинга обстановки и оперативного реагирования в готовности находятся 44 оперативные группы в составе 104 человек и 44 единиц техники. В случае возникновения нештатных ситуаций необходимо звонить пожарным и спасателям. Номера вы видите у себя на экранах. По прогнозам синоптиков, морозы в регион придут 13 января. В режиме оперативного реагирования все профильные службы, в том числе и коммунальные сферы. Как специалисты готовятся к непогоде, узнал Юрий Камышный. Благовещенская ТЭЦ сегодня работает в штатном режиме. В зимний период здесь в сутки вырабатывается 600-650 гигакалорий. Для получения такого количества энергии необходимо в день сжигать более 100 вагонов угля. Но этот норматив при необходимости, когда, к примеру, температура воздуха еще понизится, будет увеличен. На станции готовы к любому повороту событий. И каким бы ни трескучим был мороз, говорят местные специалисты, перебоев с теплом в квартирах благовещенцев не будет. Оборудование все за ремонтную кампанию прошло, ремонт необходимый. Сейчас все оборудование находится в работе. Все пять котлогрегатов паровых, все четыре турбогрегата. Всю свою нагрузку максимальную они могут нести в штатном режиме без всяких проблем. Соответственно, оборудование готово, находится в работе. И топлива у нас, в принципе, достаточно в нормативных режимах. Понижение температуры воздуха никак не повлияет и на подачу воды в дома Благовещенска. К примеру, установки, которые забирают воду на водозаборе Амурский, находятся на глубине Амура. И толщина льда на процесс никак не влияет. Объемы воды на сезоны у нас не влияют. То есть мы идем стабильно в штатном режиме. Зависит только от каких-либо праздников, либо выходные дни увеличивается объем потребляемой воды. Проще пить воду из-под крана, потому что у нас лаборатория производит ежечасный отбор на остаточный хлор. Каждые три часа на цветность, мутность и по всем сооружениям. Все объекты коммунальной инфраструктуры областной столицы сегодня полностью готовы к прохождению очередного циклона. Тем более, что понижение температур в зимний период происходит регулярно. И все возможные варианты ЧАЭС отработаны годами. Юрий Камышный, Михаил Величкин, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. В Ромнинском округе на реке Горбыль официально открылась ледовая переправа. Она соединяет поселок Ромный и село Смоленое. Дорога соответствует всем нормативным требованиям. По ней возможен проезд транспорта грузоподъемностью до 30 тонн. Сейчас на территории Преамурья функционирует 9 ледовых переправ. Планируется у нас в этом году открыть 15 ледовых переправ. Это 6 переправ мы планируем открыть в январе. Это у нас Зейский район, Мазановский район, переправа в городе Свободный и в Шамановский район через речку Зея. Также планируется у нас в феврале открытие международной ледовой переправы в поселке Паярково Михайловского района. Уже с начала 2023 года было составлено 14 административных материалов на выезд людей на лед. Это у нас на Бурейском водохранилище. Главное управление МЧС России по Амурской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения основных правил при передвижении по ледовым переправам. В первую очередь соблюдать меры безопасности на льду, передвигаться только по оборудованным ледовым дорогам и не выезжать на переправу в темное время суток и в условиях плохой видимости. К другим темам. Либо поменять участок, либо рассмотреть возможность благоустройства действующего. Губернатор Амурской области дал поручение проработать вопрос развития областного экоцентра, ранее известного как ЮНАТКА. Биолого-туристический центр Василий Орлов посетил лично. Почему объект необходимо усовершенствовать, расскажет Руслан Козловский. Есть участки, которые агроцинозы можно рассмотреть, есть участки с плодово-ягодными, декоративно-цветочными культурами. Ну то есть очень много насосдений, где дети могут познакомиться с растениями. В центре по естественно-научным и туристко-краеведческими направлениями постоянно занимаются 300 детей. Здесь проходят профильные сменные экскурсии и кружки. Занято около 3000 человек в год. Также центр может похвастаться своими воспитанниками. Одна из них является призером всероссийского конкурса. Она в конце прошлого года на федеральном конкурсе ЮНАТ заняла третье место. Поэтому экологическое образование и воспитание – основной приоритет центра. Знания о природе вообще нужны каждому. И экологическую культуру в настоящее время очень важно поднимать и прививать детям с дошкольного возраста. Поэтому у нас есть кружки и в дошкольных образовательных организациях, есть кружки, которые работают с детьми начальной школы, есть кружки, которые работают и со студентами профобразования. Всего на попечении ЮНАТки сейчас находится более 100 животных, в том числе краснокнижные. Дальневосточный журавль, малый тундровый лебедь, орлан-белохвост, а также медведи, рыси, волки, лесной кот, лисы, павлины и многие другие. Их дети могут потрогать руками и понаблюдать за ними вживую, а не на картинке. Кроме этого, в прошлом году центр вошел во Всероссийский реестр детских ботанических садов. Сотрудники на территории объекта, площадь которого почти 7 гектаров, создают большое видовое разнообразие. Здесь есть аллея бархата Амурского, ореха Маньчжурского и декоративных кустарников. Позволяет не только наблюдать за животными, видеть, какие они есть, естественно, потому что для городских жителей это очень, скажем так, недоступный материал. Но это еще и профилактика жестокого обращения с животными. То есть не секрет, что те животные, которые содержатся в Виварии, это раненые животные, которых спасли, которым создали условия для выживания. И это воспитывает вот такое отношение правильное. Центр в тесном контакте работает со специалистами из заповедников и заказников, поэтому сюда приезжают со всего региона. Также здесь проходят реабилитацию дети с ограниченными возможностями здоровья. Дал задание подобрать подходящий земельный участок для проектирования и последующего размещения на этом земельном участке этого центра. Перенос его, возможно, на другое место, возможно, в благоустройство этой территории. Сейчас специалисты посмотрят с учетом всех экологических требований. Считаю, что, наверное, все-таки надо будет подбирать новый участок, потому что этот участок зажат городской застройкой, железная дорога, линии электропередач рядом, много частной собственности, транспортная доступность плохая. Поэтому нужно все эти моменты учесть, подобрать соответствующий земельный участок. Как отметил глава региона, специалисты будут прорабатывать вопрос с учетом всех экологических требований. Руслан Козловский, Амурское областное телевидение. Узнать состав крови, написать программу для робота, определить качество воды – все это уже умеют многие амурские школьники благодаря точкам роста. Образовательные центры открываются по всей области с 2019 года в рамках регионального проекта «Современная школа национального проекта образования». В двух из них побывал наш корреспондент Ирина Батина с подробностями. Что делать? Простигнули меня. Так. Значит, ну у нас, собственно говоря, салфетку, чтобы тебе, грубо говоря, лезет из инфекции, да? И что? Выполняй руку. Вот. А там где-то? На коленке встань, прямые руки. Помогает еще и? Сколько? 30. 30 сделал, 100 дальше делаем. Два выдоха. Выполняй. Сделать искусственное дыхание, остановить кровотечение, наложить шину могут почти все школьники села Пригородное. Здесь в 2019 году открылась первая в Преамурье точка роста и уникальная лаборатория по ОБЖ. Таких всего две в области. Манекены для реанимации есть только у спасателей и медиков. Теперь и ребята из Пригородного могут оттачивать навыки спасения при пожаре, аварии или несчастном случае. А в этом пространстве творят свои шедевры юные граверы и фотохудожники. Почти за четыре года существования точки роста накопилось немало детских работ и проектов. На их основе решили сделать школьный музей. Еще в него обязательно войдут модели роботов, кубки победителей конкурсов и набор шахмат, сделанный школьниками на 3D-принтере. По словам ребят, ходить в школу стало намного интереснее. Хотя, чтобы получить право быть первой площадкой для образовательного центра, нужно было собрать много документов, доказать, что есть помещение и квалифицированные учителя. Нужно было побороться и победить. И мы это сделали. И очень рады тому, что это у нас есть. Есть у нас и у наших детей. Для того, чтобы дать детям как можно больше. Ведь наши же сельские дети не всегда имеют все возможности городских детей. Но тем не менее, они ни в чем не уступают сегодня. И если в пригородном открыли центр цифрового и гуманитарного профилей, то во второй школе в Ожаевке и естественно научного и технологического. Специализированные лаборатории по биологии, химии, физике, информатике работают всего полгода. Прежде чем пользоваться на уроках новейшим оборудованием, учителя трижды прошли повышение квалификации у московских и местных специалистов. Нам было, наверное, так же интересно, как и детям. Во время прохождения переподготовки, будем говорить, мы сами впервые со многими очень предметами, будем говорить, этих кейсов столкнулись с этим оборудованием. И нам было очень интересно самим. Так, с удовольствием мы прошли эти курсы. Наверное, за все время были такие самые разнообразные и самые продуктивные. У нас эксперимент с измерением электромагнитного поля. Это датчик как раз-таки для его измерений. Вот это вот электромагнитное поле. Сейчас мне на телефон, допустим, кто-то позвонит. Получается, вот у нас пошли волны электромагнитные. Если мы возьмем трубку, то электромагнитные волны станут еще сильнее. Поэтому вот и говорят, что нужно держать телефон всегда подальше от своего уха, чтобы не сильно вредить своему здоровью при разговоре по телефону. Кстати, изучают законы природы, строение человека, состав воды, школьники только на отечественном оборудовании. Оно было закуплено областным минобором и распределено по школам области в зависимости от направлений точек роста. На данный момент их открыто 126, а к 2024 году будет 220. Их цель – дать сельским детям качественное общее образование. Своё существование центры уже оправдали. Первое, на что мы обратили внимание, это у нас увеличилось качество знаний, повысилось качество знаний на 11% за последних три года. Нас радует и тот факт, что школы нашего округа не входят в список школ Амурской области с низкими образовательными результатами. Радует то, что наши школьники стали сейчас активными участниками многих областных мероприятий по различным направлениям. В частности, у нас 80% школьников, на базе которых мы открыли точки роста, центры, занимаются шахматами. И на сегодняшний день у нас уже есть победители, призёры турниров, соревнований по шахматам. Ирина Батина, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. В течение прошлого года пресечено более 96 тысяч нарушений. Восстановлены права свыше 8 тысяч граждан. Такие данные прозвучали на торжественном совещании, которое посвятили Дню работника прокуратуры России. Этот праздник ежегодно отмечают 12 января. На торжественном совещании подвели основные итоги работы ведомства в 2022 году. К примеру, прозвучало, что при надзорном сопровождении переселения граждан из аварийного жилья в новые квартиры переехали 853 амурчанина. Благодаря мерам прокурорского реагирования достигнуто увеличение финансирования на приобретение жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа на 28%. Это позволило обеспечить собственными квадратными метрами 372 человека из указанной категории. Хочу поздравить и поблагодарить каждого работника прокуратуры Амурской области и коллег из военной, транспортной, природоохранной прокуратуры за верное служение закону, за принципиальное выполнение своего долга. Кроме того, прокуроры области приняли меры по погашению задолженности заработной платы. В итоге почти 4200 работников из 30 амурских организаций получили свои заработанные деньги на общую сумму почти полмиллиарда рублей. 17 сотрудников прокуратуры Амурской области были отмечены наградами Генерального прокурора Российской Федерации. Также лучшие представители ведомства на торжественном совещании получили благодарственные письма председателя Законодательного собрания области и губернатора региона. Хочу отдельно поблагодарить за полноценное взаимодействие с областной прокуратурой. Не было ни одного значимого события на территории Амурской области, которое прошло бы без совместной работы с прокуратурой. Будь то чрезвычайные ситуации, будь то решение вопросов обманутых дольщиков, обеспечение жильем отдельных категорий граждан, многого-многого другого. Это была последняя информация выпуска. Я желаю вам всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин